Алексей Михайлович, огромное спасибо, конечно, коллеге вам, за то, что есть возможность выступить на столь замечательном форуме. Форум действительно уже за эти годы завоевал себя действительно большое уважение, и вашей команде, Алексей Михайлович, тоже. Ну, конечно, все инновации не перечислишь, но единственное я хотел сказать, что у нас, конечно, векторы меняются, это междисциплинарная у нас совершенно сейчас своими специальностями, мы это понимаем, понимаем, что нам не обойтись без тесной кооперации, в том числе с нашими замечательными учеными, занимающимися клеточной технологией, ядерной медицины, организацией здравоохранения, и все это, конечно, производители тяжелой техники, радиохимиками, всех тех, кто заинтересован и развитие онкологии, а это такое общее дело, эта наука должна, конечно, развиваться, мне кажется, что заинтересованы все. В подтверждение своих слов приведу лишь некоторые примеры междисциплинарного такого сотрудничества, с которым награжден институт, которого мне доверена честь возглавлять объединенную, видите, что-то тут не буду долго перечислять, но вы поймете, что так как особенно мы сейчас занимаемся серьезно ядерной медициной, которая набирает обороты, и мы с вами видим по тем направлениям, которые нам поручает правительство, поэтому заинтересованных здесь в сотрудничестве очень много замечательных ученых, в том числе и Росатом, и институты профильные Российской Академии Наук. В подтверждение своих слов, вот такой пример успеха и длительной работы заканчивается монтаж нейтронной терапии на базе нашего экспериментального сектора, там будет стоять, видите, нейтронная установка, она очень интересная, и она создана нашими учеными Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Духова, и эта установка должна заработать в октябре-ноябре этого года, ну так по госзаданию, но это не нейтронозахватная терапия, мы знаем с вами, у нас большие сложности выработки бора, но в стране пока, но это установка создана на фоне, на синтезе ядер, изотопов водорода, диетерия и трития, и это общее нейтронное излучение, которое позволит, по нашему мнению, преодолеть радиорезистентность таких опухолей, как саркомы, рак предстательной железы не аденоконосоматозного строения, другие опухоли сложные, редкие, метастазы рака, любого рака в лимфоузлы, это очень интересное направление, будем докладывать, это высокоэнергетичная установка с высокой плотностью потока, у американцев есть несколько работ по преодолению как раз с помощью этих установок такого плана радиорезистентности. Ну, без технологий ядерной медицины сегодня уже не обходится, вот на таком вот человечке скелете мы пытаемся сейчас вам показать то, что мы уже где достигли определенных, о чем говорила в своем докладе нам очень приятно Екатерина Валерьевна, и мы с вами понимаем, что мы немножечко отстаем из-за того, что мы не успеваем проводить третью фазу. У нас есть такая проблема, я покажу потом этот слайд. На самом деле вот эти вот препараты, которые уже применяются у нас в стране, и они могут совершенно спокойно, это тоже, к сожалению, пока что индивидуальная история, потому что мы не можем применять эти препараты из-за того, что они еще не выпускаются, ну, за некоторым исключением, йод-131, конечно, выпускается в нашей стране, но вот такие уже стеклянные микросферы с итрием тоже уже выпускаются, а вот такие препараты, как позволяющиеся там на фоне Дота-Тейт лечить лютецией, мы понимаем с вами, что пока это не препараты, а ядерные аптеки, которые мы с вами можем тиражировано, и это большое создавать в стране, это большое завоевание в нашей стране, потому что не знаем, когда будут эти предприятия, но мы с вами знаем, что Министерство здравоохранения разрешило и привело этот закон, и большая заслуга в этом Михаила Альберча, я помню, мы с ним еще говорили, когда он был руководителем Росздравнадзора, и тогда он заинтересовался этим направлением, и тогда было вот как раз создание так называемых аптек, ядерных аптек, и вот это приводит, конечно, к индивидуальному такому подходу, но в то же время возможность лечить и двигаться в больших научных учреждениях по созданию новых препаратов. Вот к чему мы должны прийти, и мы знаем работу наших многоуважаемых конкурентов зарубежных, что научное сообщество, конечно, не остановится на том, что я показал вам на предыдущем слайде, и ведется достаточно активная разработка, видите, появляются новые локализации, в том числе глиомы, глиобластомы, вот тоже такая для нас была всегда локализация очень сложная. Теперь диагностика и терапия рака яичников, мы с вами знаем, насколько эти больные сложны для курации, мы очень рассчитываем на таргетную радионуклеидную диагностику терапию с использованием антитела, меченого 64-м медью. 64-я медь, достаточно перспективный препарат. Но это вот только, чтобы не затягивать время, вы увидите потом эти слайды, они будут тоже, конечно, в общем пользовании. Я должен сказать, что мы к этому, собственно, готовы. Первая аптека, которая создана в центре, в нашем центре, она пока единственная залицензированная аптека, если я не ошибаюсь, из-за этого времени ничего не произошло. Но это позволяет нам создавать такие препараты. Ну и терраностика, это, конечно, очень прецизионная терапия, которая позволяет, вот видите, вот эти сложнейшие опухоли, я просто перечислю, не буду перечислять препараты, вы их тоже можете потом посмотреть. Но посмотрите, какие локализации. Но рак щитовидной железы, в том числе и модулярный рак, нейроэндокринные опухоли, костные метастазы, нейроэндокринные опухоли, экспрессирующие переносчик норадреналина, рак предстоятельной железы различного совершенно распространения, в том числе с метастазированием висцеральные органы, комбинация. И чем интересны эти подходы? Все с вами, что мы разрабатываем, это совершенно не мешает применять у этих пациентов и лучевую терапию, потому что мы понимаем, что период полувыводения препаратов очень короткий, и это позволяет нам включить это в лечение в комбинацию и комплексное лечение онкологических пациентов, не нарушая протоколов. Но очень интересно, что если мы говорим, например, о ПСМА, то мы с вами понимаем, что вот, например, мы сейчас увидели, у нас идет протокол, он уже такой очень интересный, что мы можем химиотерапию при раке предстоятельной железы, а вы знаете, что я всю жизнь занимаюсь этим направлением, переменять лучше пока по самоактивной опухоль, поэтому могут быть пересмотрены некоторые протоколы, когда мы веем сильное свечение, тогда мы, может быть, назначить, не теряя время, потому что через 4 дня вы можете назначить и химиотерапию этим пациентам, но опухоль будет биологически активна, потому что на фоне химиотерапии по самоактивности это только вот зарисовки, которые тоже позволяет длительная работа нам делать. Но действительно, с 2021 года создана первая вот ядерная аптека, которая в центре в городе Обнинске, которая возглавляет вот это подразделение большущая Сергея Анатольевич Иванов, которая находится в зале. Она спроектирована по всем правилам GMP, она работает, и мы можем там вводить препараты пациентам. Ну и, конечно, удобство расположения нашего центра, который находится в Обнинске, потому что напротив находятся все генераторные и все реакторные установки, ускорители, которые фактически через дорогу находятся от нашего центра, это средство доставки экстра быстро погибающих радионуклеидов. Ну и таким образом вот был создан очень интересный препарат, вы видите, он как гипотерен МРНС, он действительно на наш центр запатентован, является интеллектуальной собственностью нашего центра, которую мы применяем на платформе Рейни 188, это очень интересная платформа, которая позволяет лечить пациента с метастатическим поражением, вот как раз такие зарисовки и картинки. Это вот холодный препарат, который мы можем, собственно, уже передавать в любую сеть, где есть возможность вводить этот препарат с помощью эндоваскулярных наших хирургов непосредственно к метастатическому поражению печени или к первичной опухоли. Замечательные совершенно результаты, и мы абсолютно открыты для того, чтобы этот препарат действительно уже передавать. Еще что очень интересно, то что мы, конечно, тоже заинтересованы разработкой биотехнической, биотехнологичной разработки, клеточной технологии, и вот сейчас уже у нас на лицензирование идет GMP-производство, и мы уже имеем, вот по-моему, на этой неделе заезжает комиссия лицензирующая, мы тоже очень рассчитываем на вакцинную терапию, клеточную терапию, которой сейчас занимаются, ну, практически все наши ведущие учреждения. И это тоже здорово, потому что мы с вами понимаем, что больных настолько много, ну, например, по, вот просто вернусь, что нам нужно только по метастатическому раку предстоятельной железы 15 тысяч введений в год в стране, это вот по самым скромным подсчетам. Поэтому, многоважаемые коллеги, карти-терапия, особенно не моноклональных опухолей, а, в общем-то, солидных опухолей, это, конечно, огромное направление, которое мы тоже должны развивать. Платформа РНК, которой мы сейчас занимаемся вместе с Институтом Гамалеи, и вы знаете, что это поручение нашему центру и вот РОНС имени Блохина, и мы сейчас работаем действительно за создание, это уже другая основа онколитических вирусов, онковакцины, вот, и мы тут тоже, конечно, приближаемся здесь как раз вот завоевание ковида, потому что вот такое количество платформ, разработанное в том числе в Институте Гамалеи, позволяет нам, в общем-то, уже выборку сделать для терапевтического воздействия. Ну, разработка сегодня, клеточная терапия находится в стадии разработки лечения солидных опухолей, я об этом уже говорил, например, терапия это клеточными рецепторами, в отличие от карти, может распознавать как внутриклеточные, так и поверхностные антигены клеток. Мы с этим вопросом тоже работаем и с нашими коллегами по стандартной терапии, не буду в этом зале говорить о карти терапии, но я хочу сказать, что рецидивирующие лириферактерные, б-клеточные острого лимфобластного лейкоза у детей и взрослых пациентов с большим успехом применяется эта терапия в стране, она, конечно, сейчас уже благодаря GMP пространству имеет возможность применять терапию на практике. И после лицензирования вы знаете, что с 1 сентября этого года мы можем это применять в центрах, вы знаете это постановление, оно невозможно без фармакогеномной системы, мы тоже предлагаем вам посмотреть на нашу систему, которая залицензирована в нашем центре, это фармакогеномная система, вы знаете, что мы в центре проводим полногеномное секвенирование на базе собственной научно-исследовательской инфраструктуры, созданной на основе массива наших данных, мы можем также включать ваше исследование для поддержки принятия врачебных решений и это так называемая система Ариадна, она так и запатентована на наш центр. Значит, ну как пример внедрения основных инструментов трансляции, об этом много говорила многоважаемая Екатерина Валерьевна, мы тоже считаем, что, конечно, телемедицина имеет огромное значение и она нужна для образования тех врачей, которые принимают это решение, мы видим, как развивается наша клиника и насколько у нас специалисты могут быть экспертными или референсными. Ну, что может быть являться проводниками технологий, которые я вкратце вам осмелился доложить, это, конечно, те организации, которые у нас с вами созданы, это Ассоциация онкологов России, все наши ассоциации директоров институтов онкологии и радиологии стран СНГ, мы можем тиражировать тоже те новые разработки и включать, мы совершенно открыты в те комитеты, которые созданы при этих организациях, практически во всех этих комитетах есть представители всех центров, которые занимаются работой. Ну и очень приятно, что наш центр является базовой организацией в области онкологии государства участников СНГ и радиологии. Мы по радиологии сейчас базовая тоже организация стран СНГ, это принято правительством СНГ вот буквально в прошлом году и здесь мы сейчас делаем норму радиационной безопасности для стран СНГ, поэтому вот тут тоже может быть пересмотр, а для чего? Для того, чтобы мы с вами наши радионуклиды в том числе быстрее тиражировали. Ну и вот как раз это вот момент, когда нас приняли как базовую организацию стран участников СНГ, мы сейчас отчитываемся по ядерной медицине, вот как раз в этом году этот отчет идет, ну и сотрудничество, основные векторы, это конечно наша молодежь и в том числе международные комитеты со странами СНГ и вот через образование молодежи мы с вами тоже можем тиражировать наши с вами новые разработки, а мы знаем, что наши многоважаемые коллеги в этом здорово нуждаются. Мы приглашаем на все наши ассоциативные такие вот работы, в том числе и в Евразийский онкологический журнал, за который мы отвечаем. Вот видите вот эту вот картинку, он очень пользуется большой популярностью. Я заканчиваю, спасибо за внимание. Еще раз хочу сказать, что мы, наши онкологические службы здорово двигаемся вперед благодаря всем вам, вашей большой работе и на местах, и в общем-то одна из самых, наверное, сейчас быстро развивающих служб в междисциплинарном основе. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...